Друзья, всем привет! Меня зовут Карина Ванс, я визажист и блогер. И сегодня я на канале Кельтека покажу возрастной макияж на нашей прекрасной модели Виктории. Но перед этим мы подготовим кожу. Моя модель уже умыта, и сейчас я буду подготавливать кожу к макияжу. Для начала я буду использовать тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Его можно использовать как при помощи ватного диска, так и наносить на руку и наносить уже на лицо. Я сегодня воспользуюсь ватным диском. У него такая необычная консистенция, не как классический тоник, как водичка, а что-то среднее между сывороткой и тоником. То есть это еще не прям такой гель, а чуть более густая водичка. Я прохожусь по всему лицу. Его, кстати, можно наносить даже на глаза, для того, чтобы дополнительно очистить лицо. Плюс мне еще нравится использовать именно ватные диски, потому что они помогают отшелушить какие-то мертвевшие клеточки, которые не отшелушиваются, когда я наношу тоник при помощи рук. Хорошо прохожусь в зоне носа, потому что чаще всего там есть шелушинки и недостаточно увлажнения. Также можно пройтись по бровям, тоже часто шелушаться. Кстати, этот тоник хорош еще тем, что вы можете использовать его фактически как монопродукт, например, если у вас жирная кожа и сейчас за окном очень жарко. То есть после него вы можете даже не использовать какую-то сыворотку. Но если кожа совсем, например, в период отопления будет слишком сухой, то лучше воспользоваться, особенно в возрастном макияже, еще и дополнительно сывороткой. И, конечно, не забываем про шею. Обязательно ее увлажняем. И теперь я буду использовать омолаживающий концентрат с 5 пептидами. Он будет очень хорошо не только увлажнять кожу, но еще и работать даже с заломчиками. Будет хорошо их разглаживать, плюс еще давать уплотнение коже. Я его также буду наносить не только на лицо, но и на шею. Он имеет такую гелевую текстуру. Я разотру его в ладошках и затем буду наносить на все лицо. Плюс на шею. И остатки уже на ушки. Пока наша сыворотка впитывается, я воспользуюсь кремом для век. Его нужно буквально даже не горошинку, а зернышко. Я люблю наносить именно безымянными пальчиками, такими круговыми движениями. Прям даже захожу на брови, чтобы еще и их увлажнить. Делаю такой массаж лимфы. Прохожусь в основном по косточкам. И можно также остатками пройтись по самому веку. И также я возьму крем антивозрастной. Он будет хорошо усиливать и дополнять нашу предыдущую сыворотку. Он очень легкий. Тоже распределяю сначала по ладошкам. Можно даже вот такими печатающими, похлопывающими движениями. И я еще добавлю для того, чтобы пройтись по зоне декольте. Кстати говоря, вот вам небольшой лайфхак. Не обязательно использовать ваш крем для лица на зону декольте, шеи. Вы можете воспользоваться кремом для век, потому что в этой зоне у нас также такая тонкая кожа. И этого крема будет достаточно для увлажнения. Когда вы нанесли уход, не нужно сразу нанесить тональный крем. Ваш уход должен впитаться хотя бы минут 5-10. У нас уже прошло это время. И сейчас я буду использовать CC-крем. У него такая интересная текстура. Он белый, но при этом в нем содержатся гранулки, которые будут подстраиваться под оттенок кожи. Я люблю наносить его сначала на руку, для того, чтобы гранулки распределились. И уже затем переношу на лицо. Смотрите, как он из белого превращается уже в оттенок кожи. Я сначала хаотично вот так распределяю крем. Кстати, не рекомендую его использовать со спонжем. Лучше используйте либо пальцы, либо кисть. Начинаю я с центра. Он ложится супер тоненько. То есть вы даже не заметите, что что-то произошло на лице. Но общий тон лица все равно выровняется. А уже затем, если вам не хватит перекрытия, вы можете воспользоваться точечным консилером. Я начинаю работать именно с центральной зоны, потому что здесь у нас находятся разные покраснения. Например, в зоне носа. Различные капиллярчики. Кстати, мне больше нравится наносить этот тональный крем, точнее сиси крем, именно пальцами. Так он лучше распределяется. Можно делать вот такие похлопывающие движения. Так же и для того, чтобы не снимать наш предыдущий уход. Мы выровняли общий тон лица, но мне немножечко не хватает перекрытия в центре. Как я и говорила, там находятся все капилляры, сосуды, поэтому я буду использовать консилер. Нанесу во внутренний уголок. И так же остатками можно пройтись по веку. Немного спущусь к крыльям носа. Делаю именно вбивающие движения, для того, чтобы не снять наш предыдущий слой сиси кремом. И немножко пройдусь по внешнему уголку, но буквально остаточками. Так как в зоне мимики нам лучше не использовать слишком много средств. Делаю то же самое со второй стороны. Больший акцент я делаю именно во внутреннем уголочке, потому что именно там вся наша синева, вся усталость. И прохожусь по крыльям носа. Мы стерли все объемы с лица, поэтому я сейчас их буду возвращать при помощи средств для контурирования. В первую очередь это скульптор, бронзер и румяна. Я люблю использовать именно кремовые текстуры. Они ложатся более естественно. Мы находим нашу скуловую впадинку. Она идет прямо под скулой. Здесь самое главное не уйти ниже уголка губ, иначе вы опустите и сделаете лицо более уставшим. Прохожусь вбивающими движениями. По направлению к ушку. Также я немного пройдусь по боковой части лба. И остаточками можно пройтись по линии челюсти. Но не перебарщивайте. Теперь я возьму более теплый оттенок. Это у нас бронзер. Он как раз таки будет придавать оттенок загара и делать отдохнувший вид. Прохожусь по тем же местам. Это боковые участки лба. Также скуловая кость. Я даже захожу на нее. Вы можете использовать как кремовые текстуры, так и сухие. У меня есть один небольшой лайфхак с сухой текстурой. Так как мы с вами стерли объемы не только с лица, но и с глаз, я беру бронзер и прохожусь прям вот такой большой кистью для лица. Зону глаз. Как бы вытягивая их в висок. Я думаю, что на одной стороне лица сразу видно, как мы вернули объемы нашему глазу. Плюс создали такой лифтинг эффект за счет как раз таки вот этого вытяжения в височек. Делаю то же самое на втором глазу. У меня получается такая диагональ, которая проходит через бровь. Еще один мой любимый продукт для того, чтобы сделать лицо более отдохнувшим и свежим, это, конечно же, румяна. Я буду использовать такой нейтральный оттенок. И наносим прям на яблочко щек. И увожу его в наш предыдущий продукт бронзер. Также я обязательно прохожусь по складке века. Также использую такую большую кисть. И остаточками еще прохожусь по боковым участкам лба. Можно даже пройтись еще по кончику носу, но это буквально прям капли-капли. И подбородочек. Обязательно проходитесь еще также по этим зонам, потому что если вы нанесете только на щеки, то это будет выглядеть как морозка. Когда вы наносите в складку века на боковые участки лба, на кончик носа и подбородок, все лицо гармонизируется. Также можно воспользоваться хайлайтером, но на самом деле это не обязательно. Я на ежедневной основе его не использую. Но если очень сильно хочется, то я вам как раз-таки продемонстрирую, куда его наносить. Я буду наносить его на самую выпуклую часть, на скуловую кость. И слегка уводя остатки в бровь, точнее на косточку. И втушевываю румяна, то есть ухожу немножечко ниже. Те наши три продукта, которые я наносила, должны создавать такой градиент от светлого к темному. В принципе, с кожей мы закончили пока что на этом этапе. Если мне что-то нужно будет добавить, например, такое часто бывает с румянами, что на фоне туши они уходят на задний план. Поэтому пока что я оставляю так и перехожу к глазам. В возрастном макияже я бы не делала слишком активный акцент на глаза. Мне нравится воспользоваться карандашом для того, чтобы подчеркнуть межресничное пространство и сделать ресницы более густыми. Я не использую черный цвет, мне нравится использовать именно темно-коричневый. Он будет хорошо давать глубину, но при этом не делает взгляд очень ярким. Я прохожусь прям вдоль ресничек. Прям максимально близко. Можно помогать себе сразу кисточкой растушевывать. То есть у меня не стоит задачи сделать что-то графичное, скорее создать дымку. Тень от ресниц. Вы можете уже даже на этом этапе посмотреть, как глаза стали более яркими и выразительными. Плюс за счет того, что я использовала такой коричнево-бургундиевый оттенок, наши карие глаза даже немножко посветлели и вылезла зеленинка-желтинка. Но при этом эффекта каких-то слишком ярких глаз у нас нет. Также на этом глазу прохожусь карандашом. Можно развернуть его боком, так вам будет даже удобнее. И сразу подтушевываю. Мы прокрасили реснички. Вы можете делать на ваш вкус. Можете прокрасить, например, коричневой тушью. Это будет более такой легкий макияж. Также на выбор вы можете прокрашивать нижние реснички или не прокрашивать. И теперь мы переходим к бровям. Это тоже наша лифтинг-зона. Поэтому на нее мы будем акцентировать особое внимание. Точнее, наоборот, не делать брови яркими, графичными. А сделаем их более пушистыми, легкими, воздушными. Так ваше лицо будет смотреться более молодым. У моей модели хорошие брови. Поэтому я немножечко пройдусь карандашом по форме. Для того, чтобы сделать их чуть более яркими. Потому что когда мы наносили сиси-крем, они немножечко побледнели. И теперь я зафиксирую брови при помощи прозрачного геля для бровей. Поначалу я их зачесываю наверх и затем увожу в дугу. Как я и говорила ранее, брови это наша лифтинг-линия. Поэтому я зачесываю волоски именно наверх. Это будет придавать лифтинг-эффект. Если вам не нравится, когда брови слишком зачесаны наверх, получаются такие пушистые брови, то все равно мы зачесываем наверх наши волоски и затем убираем кончики как бы обратно в бровь. Тогда они не будут казаться такими пушистыми. И теперь переходим к губам. Я бы не делала также акцент на губы, а воспользовалась бы просто каким-то прозрачным либо с легким оттенком блеском. Также, если вы хотите использовать карандаш, делайте это очень аккуратно. Я сейчас пройдусь карандашом немножечко по контуру. Он у меня идет фактически в оттенок губ, поэтому вы даже можете не заметить какую-то разницу. Но при этом наши губы стали более четкими, черченными. И я добавлю также блеск. Он тоже как оттенок губ, но при этом еще будет увлажнять и разглаживать их. На этапе, когда мы завершили макияж, вы можете проверить, насколько вам хватает сейчас румян, бронзера и так далее. Мне немножко не хватает румянца для свежести, поэтому я чуть-чуть добавлю его. Обычно я использую пудру уже в конце макияжа, так как в процессе я могу подправлять макияж при помощи консилера, особенно в центральной зоне. И уже в конце, когда я окончательно довольна макияжем, я уже все фиксирую. Прохожусь больше по центральной зоне, зоны носогубных складок. Матирование этих зон еще и визуально как будто заблюрит наши заломчики, объемы, и они будут менее заметны. Ну что, друзья, вот такой вот макияж у меня получился. Я надеюсь, что вам он понравился, и вы сможете применять его в жизни. Можете даже и на вечер, если захотите. Подписывайтесь на канал бренда Гельтек. Также ставьте лайки, комментируйте. Если рубрика вам понравилась, то мы с удовольствием ее продолжим. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!